Больше 25 лет Владимир Середавин стоял у руля одного из главных медицинских учреждений региона. Областная клиническая больница имени Калинина, а ныне Середавина, была буквально построена руками Владимира Диамидовича. Как вспоминают его бывшие коллеги, работе он отдавался до конца, чуть ли не падая от усталости. 26 июля на устах сотрудников медучреждения только теплые слова о бывшем главном враче. Ежегодная традиция в этот день – возложение цветов у подножия главного корпуса. Там, где легендарному самарскому медику установлен памятник. У нас в семье очень много разных традиций. Основное, конечно, это любовь. Любовь к близким, и любовь к работе, и любовь к этой больнице. Не только и не столько к стенам, сколько коллективу. К тем людям, которые своим трудом делают эти стены по-настоящему, по-настоящему тем местом, где людям спасают жизнь. День памяти в этом году отметили особым подарком. Сотрудникам больницы вручили портрет Владимира Середавина. Его разместят в местном музее, чтобы фирменная улыбка, как ее прозвали работники медучреждения, озарила медикам путь даже в самые непростые времена пандемии. Абсолютно неожиданно для нас. Предподнесли его друзья, соратники. Многие из них не захотели даже как-то обозначить себя. Потому что один из тех девизов, который был у Владимира Диамича, это «Спешите делать добро». И мы все понимаем, что не надо никогда считаться. Если ты делаешь людям добро, ты делаешь это открыто, честно, то никто не ждет за это благодарности. Областная клиническая больница имени Середавина продолжает традиции, заложенные Владимиром Диамидовичем. За год через многопрофильный стационар проходит более 64 тысяч пациентов. Проводится свыше 36 тысяч хирургических операций. С 17 апреля 2020 года медучреждения перепрофилировали в инфекционный госпиталь на 1200 коек. Коллектив больницы, некогда возглавляемый Владимиром Середавиным, и сегодня на круглосуточном посту. За время пандемии медики пролечили свыше 12 тысяч пациентов, из которых 5156 человек находились в палатах интенсивной терапии. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.